добрый день всем очередной небольшой обзор техники из онлайн трейда в этот раз моноблок lenovo 24 дюйма экран на борту i5 процессор intel of ski 10 400 16 гигабайт оперативной памяти 512 ssd nvme ну и соответственно мышка клавиатура в комплекте ну и по порядку давайте мышка клавиатура сначала и позже сам весь блок значит клавиатура идет в комплекте lenovo достаточно увесистая белые буквы английские красные буквы русские низкопрофильная клавиши низенькие мягкие логотип lenovo прописан вот здесь 2 светодиода caps lock и намлок в принципе наверное стандартная клавиатура на 102 клавиши не считал я но обычная стандартная клава тоненькая есть как обычно упоры чтобы сделать ее под наклоном опять-таки наклон небольшой клавиатура в целом неплохая но она проводная проводная мышка еще проще легенькая чистый пластик как будто внутри ничего нету вот плоская поверхность здесь также логотип lenovo красное колесо есть кнопка центральная ну и кнопки право-лево достаточно громкое клацание у нее вот блок питания 20 вольтовый на четыре с половиной ампера и нестандартный вход сзади кабеля питания сейчас все покажу это мы пока уберем получается сам монитор сам моноблок может менять высоту примерно сантиметров на 15 и держится в любом положении и также может поворачиваться поворачиваться на 45 градусов не меняя положение центральной подставки 45 в одну сторону и 45 в другую сторону сама подставка вот эта центральная нижняя она весьма увесистая весит один килограмм там стальная пластина также есть видеокамера здесь сейчас покажу что примечательно у видеокамеры есть шторка сверху есть бегунок и он открывает закрывает эту шторку сейчас закрыта красная точка вот так открыли камеру так закрыли то есть это вот к тому что некоторые заклеивают камеры на ноутбуках изолента или чем-то еще в данном случае реализована шторка что касается разъемов с правой стороны у нас сидером и кнопка включения сейчас покажу более наглядно вот у нас сидером и вот у нас кнопка включения вот он включился сзади монитора несколько разъемов hdmi разъем питания квадратный вот его ответная часть от блока питания квадратный разъем с центральным штырем дальше ethernet сетевая карта дальше еще один hdmi они не подписаны какой первый какой второй но их два дальше юсб юсб 3 0 и еще один юсб то есть в эти два как раз таки можно втыкать клавиатуру мышку что в принципе я и сделал уже другие юсб использовать для внешних устройств другие юсб еще есть с левой стороны у нас здесь получается еще три юсб и разъем картридера и разъем наушников то есть в принципе всего на борту 5 юсб 1 юсб 3 0 на разъем под наушники разъем под картридер 2 hdmi конечно не показал смысле конечно есть но не показал есть наклон вперед вверх вниз в чем достаточно широкий угол наклона разброс вот и на борту есть вай фай то есть никаких дополнительных приемников не нужно как ноутбуки вай фай есть подключаемся находим сеть подключаемся и все работает сейчас включаю компьютер смотрим как загружается кстати моноблок продавался без windows а там ничего нету поэтому отдельно скачивал windows и устанавливал сейчас он там установлен сейчас включим и начнем его смотреть тестировать и так включаю раз два три есть кнопку нажал смотрим сколько там 2 3 секунды прошло 4 5 6 7 8 9 10 собственно секунд 15 и все ноутбук получается моноблок получается включился то есть можно уже работать заходить и работать установил несколько программ на него сейчас будет видео самого моноблока и уже непосредственно на нем чтобы получше было качество и посмотрим что к чему итак монитор моноблока несколько программ для информации либо для тестов начинаем первое программа спецы компания переформ общая информация центральный процессор intel core i5 2 гигагерца comet lake 14 нанометров оперативка 16 гигабайт здесь 1330 мегагерц но вдвое больше на 2 коэффициент умножаем 2666 мегагерц это планка памяти системная плата lenovo 3184 то есть своя какая-то материнка и должен отметить что драйвера на нее в автомате не стали десятка полностью обновившись подключенные к интернету драйвера на нее не поставила ставил драйвера с помощью программы driver pack solution скачал ее она минут двадцать что-то скачивала закачивала устанавливал ну соответственно драйвера драйвера все встали но потом еще столько же минут 15-20 я чистил компьютер от установленного пиратского офиса от драйверов различных а может быть не пиратского кстати офиса может быть он там какой-то пробный еще что-то потому что вряд ли они будут распространять такой офис но не суть суть в том что во первых задача она справилась но после потребовалась чистка графические устройства здесь встроенное графическое ядро intel hd graphics 630 то есть это видеокарта только для офисной работы не для игр хранение данных жесткий диск 512 гигабайт доступно 476 самсунговский в принципе все оптический диск не оптические накопители сидером в общем неизвестной фирмы и звуковые устройства стандартный realtech high-definition audio вот что касается информации далее информация диски самсунговский как я сказал диск nvm express 1 и 3 включался 26 раз общее время работы 16 часов то есть диск новый я его включал раз 15-20 плюс два раза включал в магазине плюс наверное его проверяли там может быть при установке может быть при при производстве ну то есть диск новый nvme 512 гигабайт закрываем crystal disk mark это тестил к скорости чтения записи дисков информации на диск соответственно два теста рандомная запись два теста два теста вернее первых последовательная запись и два теста рандомная запись случайном порядке соответственно цифры вы видите если вы тестировали свои либо какие-то другие диски цифры просто великолепные не сравнится не с ssd они тем более с hdd то есть на от hdd на порядок выше то есть 10 раз от ssd в пять в шесть раз выше то есть ssd у меня выдавал 500 600 мегабайт на чтение запись последовательно рандомно но тоже раз в пять всем меньше то есть цифры отличные работает будет быстро и аида аида значит чтение ну тесты памяти чтения в память чтение из памяти 21 гигабит в секунду запись в память 19 6 гигабита в секунду копирование в память 21 и 2 гигабита задержка 64 с половиной наносекунды тест cpu queen выдал пятьдесят три тысячи восемьсот одиннадцать так сказать попугаев в чем это меряется я не знаю но я думаю что это просто какие-то условные единицы компания аида ну разработчик аиды говорит что нужно тестировать только одинаковой версии программы потому что в разных версиях используются разные алгоритмы поэтому покажу версию здесь версия 6 . 30 . 55 2 0 а еще хотел показать фурмарк но он этот бублик не записывается но в итоге он показал 6 кадров в секунду 6 fps что подтверждает то что я говорил это абсолютно не игровой компьютер это чисто рабочий офисный моноблок вот покупался он за 66 тысяч рублей в принципе подобный моноблок подобные системный блок компьютер можно собрать примерно за 45 50 соответственно но будет системник под ногами вот вот эта разница процентов в 20 это как раз таки за счет компактности я думаю примерно по такой же стоимости такой же характеристики будет стоить и ноутбук все мы знаем что ноутбук моноблок чуть чуть дороже чем обычный системник просто потому что моноблок и ноутбук удобней но системе ки есть большой плюс это его возможность апгрейда соответственно туда можно поставить хорошую видеокарту поиграться туда можно будет со временем добавить оперативку туда можно будет добавить емкость данных ну то есть еще один диск какой-то пусть даже hdd просто для хранения кому-то может каких-то проектов фильмов фотографий там и прочего вот но это каждый решает сам для себя в данном случае моноблок покупался в офис нерядовому сотруднику поэтому покупка оправдана в аппарат хороший рекомендую к рассмотрению так что принципе это все что хотел сказать спасибо за внимание до свидания